доброта уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели после выходных мы принимаемся собственно за анализ основных событий новостных посылов и того что наследием у нас идет от прошлой недели в данном случае конечно же эта ситуация вокруг brexit а анализировать ее необходимые нужно потому что до сих пор я думаю не только мы но и большая часть здравомыслящих трейдеров которые следят за фундаментом не имела хорошие возможности позиции и каких-то железобетонных аргументов чтобы принять для себя какую-то позицию для дальнейшего долгосрочного трейдинга мы ждали развязки и событий по brexit относительные да это конечно же очень затяжной процесс и даже если бы в минувший вторник тереза мэй смогла убедить представителей кабинета министров вообще не поддержать ее соглашение все равно неопределенность каком-то формате бы осталось но все пошло по сценарию негативному соглашение как вы помните не поддержали более того а сразу же после этого оппозиция инициировала вот он недоверие а пример министру англии который она успешно прошла и вроде бы как выиграла время для того чтобы попробовать все таки сплотить палату общин в предстоящей неделе неизвестно сколько на времени выиграет и убедить их в том чтобы они поддержали ранее согласованные ею и европейским союзом план по выходу великобритании из состава европейского союза прошла неделя друзья мы ждали план конкретику какие-то подробности намеки того что будет дальше еще в пятницу я на пятничном брифинге делал акцент на то что не ясно когда будут подробности по так называемому плану б ну пятница завершилась друзья никаких подробностей не было суббота воскресенье также прошли довольно спокойный к сожалению даже для скептиков точнее к сожалению для оптимистов и не к сожалению для скептиков могу сказать что за прошедшие выходные европейский союз не выказал ни одного намерения либо даже желанием сейчас внести какие-то правки в текущее соглашение чтобы помочь 4 мэй в кратчайшие сроки попробовать договориться со теми представителями кабинета министров кто не поддержал ее документа это еще раз доказывает то что европейский союз сейчас оставил мяч на стороне англии в данном случае на стороне терезы мы европейский союз а несколько отрешился от этого процесса поскольку все что они могли предложить англии было предложено более вопрос в плане дискуссий каких-то пунктов повестки обсуждения вплоть до бэкстопа это границы северной северной ирландии только она будет проходить после выхода англии состава европейского союза более никакие изменения по этим пунктам вноситься в документы не будут поэтому друзьям я вас а несколько даже настраиваю на то что сегодня снова важный день важный день можно взять себя в кавычки потому что у нас такими важными днями фактически были все торговые сессии прошлой недели но мы видели волатильные торги по британцу тем не менее фунт как держался там диапазоне 1 28 1 30 так и продолжает там оставаться сегодня я не хочу снова торопиться с заявлением со своей стороны о том что текущая торговая сессия судьбоносна наверное это не так мы уже на собственном опыте можем сказать что неизвестно сколько еще пройдет времени прежде чем у нас будет конкретика по так называемому брэкзиту но сегодня друзья мы ждем представленный представление от терезы мэй а плана b потому что должно быть дальше самый вероятный сценарий я думаю что пожалуй только это может сейчас развернуть котировки пары фунт доллар это решение перенести собственно инициирование 50 статьи сроки выхода англии состава европейского союза так называемые официальные сроки с 29 марта на более поздний период но при этом то что он не удалось изучить вот в последние часы друзья перед брифингом я бы не стал говорить о том что такой сценарий а сегодня видится самым вероятным более того из тех статей с которыми я познакомился из информации которую удалось собрать и есть даже большая позиция больше уверенности у скептиков в том что сегодняшний план b он будет последним собственно криком от резины потому что она прекрасно знает что ничего она не может предложить даже в плане альтернативных каких-то решений все это не устроит представителей кабинета министров и возможно как ни крути но дело может дойти до повторного референдума и в конце концов несмотря даже на удачное прохождение и очередного а вот ему недоверие и подтверждение скажем так легитимности своей власти все-таки друзья еще один сценарий может предполагать внеочередные парламентские выборы я не знаю в каком ключе и каким образом все-таки удастся снять резюме из поста премьер-министра и удаст ли это и вообще но доверие к ней очевидно что нету поэтому сегодня мы послушаем безусловно за этим планом б мы понаблюдаем за тем как на него отреагирует общественность рынок это будет заметно в динамике британца но на прошлой неделе я делал акцент на то что он ну не могу и друзья с учетом текущей актуальной неопределенности с учетом всех тех проблем внутри политического давления отсутствия поддержки с которым сталкивается тереза мы и понимание что ну у нее нету других вариантов которые могли бы сейчас все-таки окутать себя ситуацию вокруг брекзита позитивом заставить всех поверить то что мягкий брекзит неизбежный в конце концов все будут жить весело собственно и задорно я думаю что этого уже не будет и через вот эту тягомотину которую на мы сейчас с вами обсуждаем плохо брэкзиту в конце концов все все равно упрется в жесткий брэкзит и для англии для великобритании для объединенного королевства для фунта все будет предельно ясно и понятно может быть как я делал еще рекомендации много месяцев назад наверное сейчас по-прежнему правильным подходом является просто смириться с тем что худшие времена для англии еще впереди для британца и если вы друзья относите себя к трейдерам ориентирующимся на долго срока вам нужно возможно хуже давно было принять позицию в отношении фунта который предполагает его только лишь исключительно продажу я тоже сохраняю короткие позиции я не верил то что рост даже до сопротивления 1.30 мог быть продолжен дальше все-таки и уровень психологически важны и закрытие недели перед выходными ясность опять же относительно плана б это логично должно было спровоцировать фиксацию результаты длинных позиций в конце концов мы именно это и увидели даже с точки зрения еще и технического анализа сейчас очень хорошие возможности для того чтобы фунта продать поднадавила на британца еще и статистика в пятницу вышли данные по уроничным продажам в месячном выражении серьезнейший спад практически на один процент в годовом выражении тоже слабые цифры со 3 4 до 3 процентов мы сейчас видим слабая статистика по розничным продажам это конечно же давление на показатели инфляции и может быть сигнал в результате которого или который мы можем с вами интерпретировать как возможные проактивные действия со стороны британского регулятора не по ужесточению монетарной политики а даже по экономическому стимулировать но это тоже негативный фактор для британца поэтому сегодня давайте традиционно для понедельника мы лишь подхватим тенденции с которыми работали в пятницу сделки с которыми работали на прошлой неделе я не буду обозначать новых уровней они будут позже на этой неделе если вообще я увижу интересные точки входа в рынок пока что лишь говорю о том что короткая позиция в приоритете следим сегодня друзья за этим планом б интересно действительно какой он будет и что хочет сказать что на что хочет сейчас пытаться уповать разумеет чтобы убедить тех кто не поддержал собственно согласованные ранее европейским союзом план выхода из состава европейского союза в общем завтра нам точно будет о чем снова поговорить касательно брекзита я понимаю что тема может быть уже изрядно поднадоела друзья но нужно сейчас поспокойней что ли относиться к тому что происходит по брекзиту нужно смириться с тем что раз это центральная тема но мы ее обязаны друзья обсуждать через какое-то время она окажется в истории может быть даже еще и продолжим вспоминать об вот этих интересных временах когда на рынке в моменте есть серьезные такие фундаментальные пороховые заряды которые провоцируют интересную динамику резюмирую фунт в продажах жду собственно сегодня план б и последствия может на британца только усилится ну а теперь давайте к нашему привычному сценарию хронология в плане содержания экономического календаря текущей торговой сессии выделить особо нечего можно было зацепиться за китайскую статистику на она уже опубликована друзья я хочу отметить то что сегодня мы лишь убедились в том что америка китайская экономика остается в пике затяжного спада темп экономического роста минимальная за последние 30 лет я абсолютно этому не удивлен я честно говоря еще год назад прогнозировал что китайская экономика просядет до 6 процентов и считаю по-прежнему что 6 процентов это реальный показатель экономического роста поднебесной не 64 как мы видим а сейчас поэтому если среди этих активов которые вас интересуют есть к примеру австралийц либо новозеландец а здесь я призываю вас прям активно сейчас действовать время еще есть пояс не ушел интересной динамики мы как таковой не увидели в продаже можно сразу же ставить и австралийцы и новозеландцы потому что для этих валютных инструментов о состоянии экономики поднебесной определяющие учитывая их тесные партнерские связи чтобы далеко не отходить друзья от австралийца хочу привести вам еще и прогноз рейдерс по темпам экономического роста австралии которые были пересмотрены собственно до конца этого года точнее прошлого года окончательная оценка нас еще ожидает впереди но считается то что экономический рост снизится с 3 и 2 до 3 процентов в девятнадцатом году ситуация будет еще хуже в лучшем случае это 2 и 5 2 и 7 процента поэтому исходя из таких ожиданий раз уж мы 2019 год начали с вами с того что формируем новые тренды для торговли пока что на одних лишь ожиданиях но могут конечно же подтвердиться дальше я предлагаю и по австралийцу сейчас зарядиться вот этим прогнозным негативом снова влезть в торговлю этим инструментом мы заработали собственно в прошлом году друзья снизившись до 0 70 сейчас австралийц уже торгуется снова выше отметки 0 71 50 я рекомендую возвращаться к целом и ставить на снижение что касается других отчетов на которые можно обратить внимание сегодня их пожалуй больше и нету кстати в сша выходной день по случаю празднования дня рождения мартина лютера кинга поэтому с плане активности на американском фондовом рынке мы к этому вопросу вернемся с вами уже завтра нефть пока что движется в том направлении которое нам нужно 62 94 это плюс минус актуальные котировки сегодня на азиатской сессии мы уже протестировали 63 доллара за баррель цель друзья наши 65 еще в конце прошлой недели когда нефть начала активно прибавлять под закрытие пятидневки мы признали то что сейчас очень много сигналов пользу того что каткосрочный потенциал продолжит реализовываться и направлять котировки именно к этой цели 65 которую мы обозначили причину очень много можно говорить и продолжающихся переговорах между сша и китаем есть еще дополнительные сигналы таких потеплевших отношениях со ссылкой на острый journal мы помним вот намерение правда они еще не подтверждены но по крайней мере обозначены это намерение официальных властей рассмотреть возможность снятия некоторых тарифов с китайского с ряда категорий товаров китайского импорта целью стимулировать и мотивировать китай к более проактивным действием по смягчению торговых условий в отношении американских производителей очень хорошие комментарии с точки зрения того что это неплохое продолжение довольно результативных трехдневных переговоров которые завершились две недели назад то есть пока что ситуация довольно спокойно развивается торговое перемирие продолжается до марта напомню сторону ну действительно не знаю показушные ли это переговоры или это те самые активные действия которые направлены на поиск все-таки возможности выхода из торгового конфликта но настроение это влияет это способствует тому что сейчас меньшим способом пользуются защитные инструменты вот собственно риск который раньше переживал за будущие темпы экономического роста сейчас наоборот на на подъем нефть как раз также этим вдохновлена на прошлой неделе мы говорили еще и про про активные действия народного банка китая по стимулированию экономического роста но я конечно же уверен то что эти стимулы необходимы особенно после последних данных по экономическому росту еще раз повторяю друзья буквально два часа назад несколько часов назад а в два часа ночи сегодня вышли эти данные мы получили сигнал о том что темпы экономического роста китая оказались минимальными за последние собственно 30 лет а другие факторы поддержки это статистика по запасам нефти сша очередная неделя снижения очень скоро точнее в эту среду мы получим еще один отчет посмотрим за тем как обстояли дела на минувшей неделе напоминаю также доклады опек и международного антического агентства на прошлой неделе опек сообщил о том что добыча нефти странами ближневосточного картеля в декабре была снижена больше чем на 700 тысяч международное антическое агентство тоже добавило на рынок оптимизма оценив спроса который по прогнозу девятнадцатом году нам нефть может увеличиться до одного четырех миллиона на эту собственно величину ну и еще в пятницу вышел отчет бейкер хьюз по количеству нефтяных терминалов самый серьезный спад собственно за последние два с небольшим года снижение роста вода в эксплуатацию новых активных буровых это своего рода сигнал замедления активности американских производителей и почему рынок на этом вырос ну потому что если активность американских производителей будет снижаться значит агрессивные планы сша по экспансии на международном рынке черного золота будут уже не такими агрессивными то есть темпы роста нефтедобычи будут не такими значительными а значит и сша не создадут ранее прогнозируемый ущерб для действий опек по сокращению нефтедобычи то есть здесь баланс будет выдерживаться это факторы друзья локальной поддержки я как и неделю назад предлагаю вам сейчас на них положиться пока что рынок чувствует возможность отработать по нефти через дальнейший рост и через ожидание того что бренды берется до минимум уровня 65 и нужно собственно придерживаться также вместе с рынком этих ориентиров евро против доллара 1 13 74 новых установок фундаментальных водных пока что нету мы ждем этот четверг поскольку в четверг состоится решение заседание европейского центрального банка решение по ставкам и пресс-конференции снова возвращая вас к идее о важности сохранения мягкой экономической политики но наверное моих комментариях вам уже недостаточно нужно что-то официально озвучено европейского центрального банка поэтому я сейчас скажем заканчиваю с оценкой перспектив евро доллара мы к ним вернемся уже в пятницу когда будем подводить итоги фундаментально насыщенного для евро четверга но установка прежняя друзья с учетом ожидания сохранения мягкой экономической политики евро будет испытывать прежнее давление и скорее всего продолжит снижаться там район 1 13 1 на 12 доллар иена 109 59 американская валюта локально вдохновила сильным отчетом по промышленному производству рост продолжается уже по моему седьмом месяц подряд 0,3 процента прирост в прошлой оценке 0,4 процента на американца сейчас оказывает влияние ожидания того что трампа может все-таки положить конец продолжающимся шатдауну но это пока еще неизвестно друзья пока что этот шатдаун это действительность реальности смогут ли республиканцы и демократы договориться ну покажет ближайшее время судя по всему нет это разногласия по выделению бюджетных средств на столицу мексиканской стены общей суммы около пяти миллиардов долларов она остается настолько очевидным явным таким камнем преткновения что даже и не знаю за что партия власти и партия оппозиции может сейчас зацепиться чтобы сложился какой-то фундамент базис для компромисса я чему сделал акцент на продолжающийся шатдаун только лишь для того друзья чтобы обратить ваше внимание то что будущее доллара ну в плане роста в динамике пары доллар иена но не такой уж и беззаботная то есть я сейчас настороженно отношусь к восстановлению курса иены точнее курса доллара против иены я сохраняю короткие позиции рекомендую вам делать то же самое уровне я периодически даю и считаю то что он доллар в ближайшие недели покажет себя не с самой лучшей стороны в подтверждение этих слов а bank of america это еще один прогноз от крупного участника мировой финансовой системы вслед за сити которые прогнозировали собственно снижение пары доллар иена в район 100 у bank of america похожие ориентиры правда перспективы немножко более растянуты это весь 2019 год но ожидание это сто сто одна иена за доллар доллар канадец 1 32 66 пятничные данные по инфляции в принципе превзошли ожидания участников рынка и мои тоже я был крайне удивлен увидеть цифры по росту общего показателя инфляции с учетом того что происходило на рынке нефти в последние месяцы я думаю что это какая-то статистическая ошибка поэтому на данные по инфляции лучше пока не полагаться в эту среду выйдет данные по роничным продажам канады если все-таки сместить еще акцент внимания на данные по инфляции то они своим хорошим результатом или цифрами которые мы видели могли собственно приободрить и потребителей точнее на самом деле наоборот роничные продажи высокими значениями стимулирует роста базовым показателем инфляции и базовый показатель инфляции у нас минувшую пятницу по данным также вырос до 1 7 процента поэтому можем делать вывод о том что поспособствовало этому росту хорошая розница которую мы гипотетически можем уже увидеть в эту среду поддержка для канадца она должна друзья прийти сейчас мы видим то что пара тоже заморожена в диапазоне там 100 пунктов уже две недели подряд довольно узкой проторговки при этом котировки у нас нефти сегодня активно растут канадец а в принципе стоит на месте что ему еще нужно вроде бы как определились еще две недели назад что определяющим простите за тавтологию для канадца является нефть однако сегодня нефть не оказывает никакого влияния на канадца может быть канадская валюта нашла для себя какой-то дополнительный стимул для роста но я его сейчас очевидным таким уж и не вижу поэтому все таки считаю что мы можем полагаться пока на нефтянку если у нас есть положительные ожидания по статистике если у нас есть уверенность в том что бренд как минимум доберется до 65 долларов за баррель тогда снова в приоритете как и раньше короткая позиция по паре доллар канадец с целью на отметке 130 друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошего торговой текущей сессии ну и разумеется всей недели увидимся мы еще раз сегодня на вебинаре который состоится в 16.30 по московскому времени ну а следующий брифинг пройдет как и всегда завтра самого собственно утра поэтому подключайтесь к нашему каналу на ютюбе и просматривайте запись уже там на этом все все доброе до свидания